Хорошо. О чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня с вами поговорим о празднике Жатвы. Вы знаете, что есть такая традиция в еврейской культуре, да, есть в Слове Божьем такой праздник. И есть праздник, который называется праздник Благодарения. Праздник Благодарения. Я думаю, хорошее время сейчас нам взять в свое сердце истину об этом. Для чего же Бог вообще захотел, чтобы люди благодарили? Никогда не задумывались, почему так все устроено, что нужно, чтобы мы с вами благодарили? Давайте откроем Левит 7 главу. Левит 7 главу. 7 главу и прочитаем с 11 по 14 стих. Вот закон о жертве мирной, которую приносит Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение господу это принадлежит священнику кропящему кровью мирные жертвы и дальше там рассказывается что жертву благодарения нужно съесть тут же ну желательно прям в этот же день и мы видим здесь несколько принципов да во первых мы видим что благодарение это жертва слышите благодарение это жертва что это означает для нас послушайте не всегда дети рождаются и самого детства умеют говорить спасибо согласитесь что приходится учить их приходится наставлять их приходится внушать им приходится заботиться о том чтобы они научились говорить спасибо чтобы они научились благодарить потому что после грехопадения с нами что-то произошло мы не любим благодарить мы не любим говорить спасибо если у нас возможность улизнуть от этого то мы с удовольствием убежим да то есть для нашего эгоизма для нашего человеческого характера говорить спасибо ну крайне случае да ладно спасибо но бог не больше нравится слово чем спасибо благодарю правда она красивая и бог сказал что мы должны приносить жертву благодарения если вы будете исследовать как входили в присутствие божье во времена ветхого завета еврейский народ на поклонение господу то первые врата открывались благодарением да и там были благодарение вторые врата были хвала и третьи врата были поклонения да то есть на самом деле благодарение открывает вход это вторая мысль первое благодарение это жертва вторая мысль благотворе благодарение открывает вход вы знаете мы провели вот этот велотур и не всегда было просто заходить в ворота чиновников в ворота администрации города в министерство для того чтобы они проявили участие чтобы они приняли там посильную ношу свою и финансовую и ту которая во власти их да но что мы увидели вот книги были у него замечательные то у как его звали геннадий махненко не педагогическая поэма вот как раз да да давайте помолимся аллилуйя гилей дайте церковь божия просто прострите руки аллилуйя как важно нам знать что иисус вчера и сегодня и во веки тот же он неизменный бог так вот о чем мы с вами говорили о том что когда мы приходили с дарами когда мы приходили с подарками то двери открывались и когда закончился этот велотур я знаю что ольга дмитриевна она наметила целый маршрут чтобы проехать всех этих людей которые принимали участие и поблагодарить их потому что когда мы благодарим когда мы с вами говорим господу о том что это его заслуга в том что произошло в нашей жизни тогда мы высвобождаем новые благодарения я хочу чтобы вы открыли левит перри перелесните на двадцать второй стих и прочитали двадцать девятый смотрите оказывается жертва благодарение это очень и очень важно причем бог говорит двадцать девятый стих открыли левит 22 29 левит 22 29 если приносите господу жертва благодарения то приносите ее так чтобы она приобрела вам благоволение это правда что когда мы имеем благодарное сердце мы высвобождаем благоволение на свою жизнь кому из вас нравятся благодарные люди всем нравится правда и когда человек просто подходит тебе говорит спасибо когда он благодарит тебя что-то происходит внутри тебя и у тебя высвобождается новое желание сделать для него что-то еще сделать для него что-то еще это принцип божий третья мысль благодарение высвобождает благоволение благодарение высвобождает благоволение знаете что я заметила в последнее время по причине умножения беззакония до охладевает любовь и иногда в нашем сердце слишком короткая память мы забываем тех людей которые сделали в нашей жизни хорошие вещи иногда у нас знаешь такое ну состояние что ну это же само собой разумно ну и ладно ну и сделали и вообще знаете я не люблю вот эту духоманию когда начинают говорить но это бог послал их в мою жизнь поэтому я богу скажу спасибо а люди мол не обязательно я считаю что это неправда мы должны благодарить господа я абсолютно уверена что если ты благодарный человек то ты везде благодарны благодарность она не от предмета который ты благодаришь не от господа не от людей благодарность должна быть частью нашей природы они я здесь я здесь все на виктора давайте посмотрим как важно нам с вами ощутить внутри себя благодарное сердце знаете что я еще заметила это большая часть почтение потому что когда мы читаем эту заповедь почитается и мать да то внутри нее есть благодари отца и мать за то что они дали тебе жизнь за то что они заботились о тебе даже если не заботились но просто если бы них не было тебя тоже нет как то они все-таки приняли участие в том что ты появился на свет и хотя бы за это ты должен их благодарить знаешь почему потому что благодарение высвобождает благоволение и твои дети будут благодарить тебя если ты не посеял в своей жизни благодарность по отношению к тем кто был твоим наставником твоим отцом скорее всего те кого ты произведешь на свет физически духовные дети им трудно будет это делать я не говорю что они этого не сделают никогда но все что не видели наши дети в нас для них целина им приходится просто вкалывать на полную катушку чтобы менять себя и насаждать в себе тот характер ту природу которая необходима но если дети выросли в атмосфере благодарности если они видели родителей почтительных по отношению к своим родителям если они видели вообще родителей которые любят говорить спасибо которые благодарят вы знаете им очень легко будет просто повторять потому что все дети это кто это повторюшки наши сын не делает ничего не видя отца творящим аминь что отец творит то и сын творит так же день благодарения вообще хороший день хотя на самом деле знаете как такового вот именно название день благодарения в библии нет я все переискала перечитала но все равно есть вот интересная информация я хочу вам ее прочитать откуда он взялся день благодарения оказывается день благодарения на самом деле уходит в суть христианской истории которая произошла между Англией и Америкой однажды из Англии переселилась часть людей их было где-то 100 человек примерно сейчас я вам найду и прочитаю из английской христианской общины спасаясь от преследований на религиозной почвы в 17 веке переселилась в Америку где-то 100 человек и они прибыли на корабле и больше половины из прибывших не смогли пережить первую зиму и погибли от холода голода и болезни выжившие основали племотскую колонию и с помощью индейцев приступили к обработке земли знаете что произошло земля та была вообще непригодная для земледелия на самом деле она была очень сложная а они абсолютно были неопытными земледельцами вот в этой местности но произошло чудо неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия то есть это же верующие и они действительно увидели руку Божью они увидели что Бог обильно благословил их и так как это на самом деле спасло их жизни остаток этих людей где-то примерно 50 человек они решили возносить благодарность Богу и один раз в году допустим в Америке есть такой день благодарения может вы о нем слышали там запекают индейку обычно с этим как он называется с клюквенным соусом и больше мне конечно не индейка привлекает хотя это тоже неплохо особенно в посту да помните как не думайте о еде но самое главное что должно совершаться за столом когда собирается семья каждый произносит слова благодарения Господу за все хорошее что произошло в его жизни и каждый произносит слова благодарения тем людям которые сидят за столом на мой взгляд чудесная традиция правда сначала поблагодарить Господа а потом поблагодарить Господа за то что он дал мою семью дал моих родных потому что в этот день принято к старейшинам рода съезжаться детям внукам там всем-всем-всем то есть это день когда собирается вся родня и начинается это с благодарения я хочу сказать что здорово было бы сделать такой праздник правда что еще хочется сказать прямо параллельно с этим праздником в той же Америке и к сожалению это пришло и к нам празднуется еще один праздник называется он Хэллоуин если в праздник благодарения или в праздник жатвы было принято приносить плоды земли которые дала так же как и тогда были плоды земли да и этот урожай с берегом жизни на праздник жатвы обычно в церкви приносят плоды там все что поспело кабачки там помидоры огурцы картофель морковку свеклу в общем все что там есть и вот отсюда тоже взялась тыква и смотрите что делает дьявол да когда теряется суть праздника остается только форма да это та же самая религия тогда они оставили в этой части веселье и оставили в этой части тыкву только заполнили ее прямо противоположным потому что Хэллоуин это не что иное как праздник поклонений нечистым силам в этот момент принято одеваться чертями бесами смертями всем чем угодно устраивать шествия устраивать какие-то там вот эти вот страшные игры страшные гулянки другими словами вместо праздника жатвы вместо благодарения богу прославляется демоническое царство я знаю что в нашу страну к сожалению это тоже пришло и многие школы они уже подсели на это и вроде как одна из развлекух у них такая они делают Хэллоуин так вот дорогие мои не замешивайтесь с миром у вас должна быть четкая радикальная позиция в отношении этого никаких тыкв вы своим детям не должны делать более того я думаю что пришло то время когда будет разница между служащим богу и неслужащим богу и мы должны я не говорю что мы должны не любить мир или не общаться с миром но что я точно знаю мы должны быть в этом мире не от мира всего аминь и в угоду традициям и культуре этого мира мы не можем вести себя точно так же как ведут себя язычники и халдеи мы их не осуждаем за это потому что у них нет ведения послушайте школа это то куда мы приводим ребенка и он уже априори согласен принимать все что там ему дадут потому что это место получения знаний это место просвещения но если сегодня наши школы не дают тех принципов которые защитят наших детей от проклятий мы должны защитить их потому что от того что мы принимаем в свою жизнь зависит мы живем в проклятии или в благословении если мы хотим быть в благословении мы должны быть на территории божьих принципов и божьей истины мы не должны позволить ни себе ни нашим детям идти на эти компромиссы аминь будьте очень внимательны очень скоро вас пригласят и ваших детей на этот праздник не нужно противостоять им и говорить я святой а вы грешники нет нужно иметь мудрость объяснить что это только наше мнение мы не собираемся его навязывать всем если нас не спрашивают но у нас есть в семье традиции есть принципы мы верующие люди и поэтому мы на самом деле знаем что это духовные вещи потому что кого мы прославляем того мы и притягиваем в нашу жизнь если мы здесь прославляем всегда бога то у нас единственная цель чтобы его слава пришла в нашу жизнь чтобы бог пришел в наше сердце и исцелил наши раны изменил наше мышление дал нам силу жить честно правильно красиво в боге правдиво но когда мы с вами замешиваемся с этим миром мы прославляем дьявола и говорим дьявол приходи в нашу жизнь приноси болезни разрушай наши отношения кради нашу веру потому что все в этом мире это тень будущих благ все духовно слышите нет вещей которые не принадлежали бы ни богу ни дьяволу нет такого есть свет и тьма есть добро и зло есть белое и черное есть благословение и проклятие мы должны защитить наших детей от этого проклятия поэтому может быть когда у вас будет такая возможность и бог даст вам мудрости любви объяснять людям что это такое то постарайтесь объяснить им что плоды и тыквы и все остальные это хорошие плоды это урожай который бог вырастил на земле потому что он создал закон средней жатвы он дал всякому растению рот вид и семя и поэтому мы должны прославлять бога но не дьявола аминь библия говорит не касайтесь нечистого выходите из среды его и очистите себя это исаи 52 2 глава 11 стих не касайтесь нечистого выходите из среды его знаете что я чувствую последнее время у меня прям сердце болит когда я вижу когда мы как христиане идем на компромиссы когда мы касаемся нечистого мы должны наоборот встать за этот мир ходатайствовать плакать за него переживать что через эту нечистоту которую дьявол просто вливает сегодня огромными порциями вот просто вливает и если не мы никто не спасет людей от этого слышите я на прошлое воскресенье была в Абзаково мы с родными отдыхали и мы попали на праздник мы уже попали но ближе к концу вошли и вот знаете я вошла да и я так смотрю в лица людей я заглядываю в их глаза я не увидела ни одних трезвых глаз мне стало просто не по себе потому что люди они классные они замечательные но они настолько обмануты они даже не понимают и я то ну мы то трезвыми глазами смотрели не то чтобы я хочу превознестись над ними да но когда ты трезвый ты более острее считываешь действительность ты ее видишь такой какая она есть без тумана без приукрашенности и я захожу ко мне навстречу бежит женщина мы с ней когда-то на коучинге вместе проходили но очень близко мы тогда познакомились у нее была сложнейшая ситуация она она обняла меня такая ну такая ну в общем счастливая радостная я вот так смотрю в ее глаза да и я я просто понимаю бог тогда чудо совершил в ее жизни потому что проблема ее была настолько серьезная что ну реально там выхода не было и она говорит ну похоже что все все я никогда не найду эти огромные суммы я никогда не смогу их отдать плюс к этому еще и семейные проблемы взаимоотношения с сыном и так далее и мы тогда ну как всегда мы же просто так не ходим никуда мы вместо коучинга сидели с ней в кафе она плакала и мы почитали с ней молитву покаяния мы приняли Иисуса Христа в свое сердце я говорю бог совершит чудо в твоей жизни обязательно и чудо произошло это было нереально но она вышла из этой ситуации но знаете в чё что дальше благодарения не было и я так посмотрела ей в глаза и вижу она опять туда же сошла где и была ну не ровен час что что-то будет опять и я просто смотрела и это так немножко комично выглядело когда там галька такая мелкая женщина такие на шпильках в платьях в таких классических но там природа на самом деле что там делать на шпильках и вот в этом да и вот как бы в таком вот состоянии я так смотрю на людей и не смешно выглядят просто смешно я ну тут бы смеяться если бы я вот злая была да я просто ржал я бы такая а а так как я уже так не могу у меня нет этого в сердце я просто ушла и мне было плохо я молилась я сидела смотрела на огонь на костер и я понимала что люди в западне и они просто оттуда не выберутся сами нужен кто-то кто встанет за них кто начнет за них ходатайствовать кто начнет молиться за них кто начнет вытаскивать их из этого состояния потому что им навязывается вот эта культура хэллоуинов культура блуда культура гражданских браков культура предательства кидай всех главное чтоб ты состоялся и мы должны встать против этого слышите а знаете что мы должны делать вот самое простое не поступать по обычаям я не говорю чтобы мы спасли сейчас всех прям как пошли лавины я говорю о том что в своей собственной жизни научись быть благодарным вот в своей собственной семье научись говорить признание тем людям которые делают для тебя добро научись быть благодарным тем кто окружает тебя не будь человеком который все получает как будто бы так и должно быть и я думаю что этого уже будет достаточно чтобы это увидели окружающие тебя люди это непривычно потому что благодарение это жертва но благодарение открывает вход и благодарение высвобождает благоволение аминь поэтому это хороший праздник праздник жатвы или праздник благодарения и мне так понравилось сейчас милана нам еще немножечко расскажет прежде чем мы перейдем к этому но так интересно когда ты тему собираешь как будто все к ней и я открываю интернет и смотрю там азат зарипов это секретарь из церкви великое поручение стих написал и знаете как называется благодарение я его читаю и он знаете чему посвящен он какое-то время проехал вместе с велосипедистами вот в этом велотуре про который сейчас будет милана рассказывать послушайте какой стих замечательный обычный человек ничего такого как бы в нем он не великий поэт но тем не менее бескрайние поля крутые перевалы усохшие ручьи посадки вдоль дорог но разве мне адреналина мало такое чудо мог устраивать только бог пять дней пути ночевка под луной дождливый первый вечер гостиницы кафе велосипед рюкзак и спальник за спиной осенняя погода как не было в уфе такого не забудешь словами не опишешь и не пытайтесь мне зашить заклеить рот все было в славу богу господь в пути был крышей такой вот велотур россия без сирот крутил педали я спустя десятилетия 400 км не слабый переход все это чтоб сказать берите люди деток оставим мир уфу россию без сирот сейчас спустя неделю пишу благодарение всем тем кто был в молитве в сердцах нас всех берег пылает в сердце нашем господне откровение оставим мир уфу россию без сирот вот это так прекрасно молодой человек он еще даже не папа но его сердце затронуло сама вот эта мысль усыновления детей знаете я смотрю иногда взрослые даже люди так сильно занимаются собой так сильно заняты с устроением своего собственного счастья а здесь просто молодой человек и он прям проникся этим и не только он один захожу потом и смотрю Дарья Братищева которая с ними ехала с ними в туре ехала девушка из Москвы она не занимается усыновлением ну как бы сама еще у нее нет детей она тоже достаточно молода и вот теперь ее тоже высказывание она пишет почти подошел к концу третий этап кругосветного путешествия россии без сирот проехав с этими ребятами не одну тысячу километров я совсем по другому начала смотреть на сирот на самом деле в них столько любви и заботы что не у каждого христианина такое есть они настоящие сейчас не стесняются своих эмоций своих чувств какие бы они не были позитивные или негативные нет со мной 25 пацанов бывших беспризорных по истории каждого из них можно снимать фильм они много пережили и еще много им предстоит но знаете что они идут несмотря на то что но знаете что они идут просто идут по жизни открою вам секрет они ненавидят велосипеды и едут в этот тур только потому что в их сердце есть мечта чтобы наша страна стала россией без сирот и определенно точно смотрите какой вывод в моей семье будет ребенок с детского дома она еще не вышла замуж она вполне родит своих но тем не менее она говорит кроме этого в моей семье обязательно будет ребенок из детского дома поверьте вы не измените весь мир вот чем болеют христиане иногда не перевернете вселенную но жизнь одного или несколько человек вы вполне можете изменить каждый из них достоин родителя спасибо всем кто помогает нашему проекту финансово или духовно мы творим историю и вы часть ее держите нас в своих молитвах и сейчас я хочу позвать Милану Милану идем она еще раз эту тему проговорит и я думаю что это правда знаете иногда можно молиться за спасение всего света за пробуждение всей России но если бы каждый христианин усыновил одного ребенка это была бы реальная картина пробуждения аминь вы знаете да что через наш город проезжал велотур России без сирот и мы принимали активное участие встречали общались с этими ребятами и вот 13 сентября вело экшен велотур России мир без сирот они стартовали в Екатеринбурге и Геннадий Махненко он сделал такой ну небольшой отчет о проделанной работе о проделанном таком большом великом деле и такие выводы ну во первых он говорит что я еще раз не перестаю повторять что просто верующих семей на одного ребенка в России вот именно не всех семей в России а именно верующих семей он подсчитал тысячи приходится на одного ребенка и он говорит неужто мы не сможем взять этих детей в свои семьи то есть он свято верит что только верующая семья верующий человек отец мать сможет перевести ребенка из проклятия в благословение и подтверждение этому вместе с ним ехал Олег Исаев и он выступал перед репортерами он говорил что в его семье 11 детей и 9 из них ВИЧ инфицированные дети и об одной девочке он особенно свидетельствовал это был первый ребенок которого они взяли в свою семью врачи вообще просто отговаривали их зачем вам такой ребенок у него четвертая степень ВИЧ то есть это уже последняя да степень и у нее был туберкулез тоже уже последней степени и говорит ну она проживет у вас ну месяца три ну и тогда Светлана это жена Олега она сказала три месяца и еще будет будет жить и вы знаете этот ребенок уже 5 лет в их семье и на сегодняшний день диагноз туберкулез снят и ВИЧ инфекция она просто ну перешла в такую как бы форму с которой живут всю жизнь вот поэтому он они говорят что берите детей и не только здоровых берите всех детей потому что все дети они ну они имеют право на счастье так же как и мы они имеют право на счастье и вы знаете уже сейчас сам Геннадий Махненко говорит что буквально как только завершился этот тур звонили из Самары семьи и конкретно спрашивали что делать куда идти с чего начинать то есть уже ну сердца людей откликаются я знаю что в городе Октябрьском через город Октябрьский они тоже приезжали и есть семьи именно верующие которые уже не просто спрашивают они пошли и сделали заявку то есть они начали уже в этом направлении двигаться и вы знаете на самом деле ну если бог положил на сердце ну вот мне он очень сильно положил это на сердце я знаю что когда я создам семью я обязательно приду к этому и в моей семье будут воспитываться такие дети я просто даже заключалась богом завет по этому поводу вот и я верю что ну наша церковь она точно такая же неравнодушная церковь то есть я знаю что у многих просто по одному ребенку в семье да и можно взять еще детей для того чтобы эти дети увидели это счастье увидели и осознали что на самом деле есть родители которые не будут брать по каким то совершенно другим мотивам но они будут брать только потому что они хотят им подарить любовь да и когда вот Людмила Генина пастор задавала вопрос Геннадий Махненко что в первую очередь да нужно этим детям этим детям нужна любовь то есть только любовь она может покрыть только любовь она может оправдать и только любовью мы можем их спасти и вы знаете для меня на самом деле эти вот ребята это прям свидетельство потому что о каждом из них он рассказывал буквально немножко но уже там бриллиант из подвала да то есть это ребенок который жил много лет на улице сейчас он учится в музыкальной консерватории он сочиняет музыку ну то есть на самом деле это даже не просто подарить счастье этим детям но и эти дети будут дарить нам счастье и они вообще я думаю что станут великими людьми то есть это представьте если мы дадим им эту любовь то какую большую любовь они вернут обратно нам и вообще стране в целом и еще мне понравилось сам Геннадий Махненко говорит смотрите вот проходила олимпиада да пара олимпийцев и именно дети из России которые были усыновлены иностранными иностранцами именно они показали очень высокие результаты он говорит вот посмотрите в принципе они могли бы быть нашей гордостью они могли бы остаться в нашей ну стране в России поэтому я верю что то что начал Геннадий Махненко это вообще ну большое дело и великое дело и тот пример который он показывает просто он им ну так сказать образно заражает этой своей энергией этим своим желанием и в следующем в следующем году они поедут дальше и за 7 лет они хотят проехать весь мир то есть весь мир объехать за 7 лет чтобы вот именно за это время у него желание чтобы на самом деле не только Россия но и мир остались без сирот да сейчас посмотрим фильм ролик двенадцатый день двенадцатый день семь часов утра выезжаем все уехали Андрей опоздал засиделся и андрей нагоняйся кто-кто а я не велобоин я просто велосипедист о бай ха 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 прям солнечную долину одно, знаете, что все теперь в машине верующими когда я взорвел ха 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 все сразу молиться начали библии пооткрывали поим построшивали life либо упал у пастор упал на съезде на этом пастор упал все нормально живые жить будем камеру не разбилось нет все они встречались с выездным столом ты понимаешь а лата Это стул, ладно, хлеб, соль, но стол выездой, это как впервые, конечно, по всему маршруту. Мы въехали в Уфу, нас здесь встретили хорошо очень. Сейчас едем дальше. Раяц, смирать, поздравляю вас почти с прибытием в город Уфа! Ура! Поднимай двоих, вызывай двоих. Да, алло, да, вызывай сейчас. Ты че, ну что, убраться? Я люблю автомобили, автомобили! Ой, что, я полюбая! Таак. Вот так. Вот так. Ммм, какой он вкусный. Подходите, ребята. 15-15-20 километров, а? Чуть живые, мы заползли в гостиницу в геатлон. А мы приветствуем начальников управления Кладберии. Это чей-то жло, отмени здравствуйте. У него за спиной сегодня вот так. Кто может туда-везти? Вечер. Ребята были в бане. Завтра начинается перевод. Мы его пройдем. Россия вперед. Россия без сирот. На самом деле, знаете, мы пока пообщались с ребятишками, я просто увидела, насколько Геннадий счастлив. Кто-то думает, что 31 ребенок, представляете? Дома иногда там не знают, что с двумя, с тремя сделать. А тут 31. Они, ну, я не знаю, как это вот. Это же надо там быть, чтобы увидеть, да? Он упал перед въездом в Уфу. Вот так получилось, свалился с велика. В первый раз за весь этот самый, да? И пока он отдыхал, вот там мы уже накрыли ему стол, пока он отдыхал на этом кресле, вот они как обезьянки на пальме на нем висели. И прям я вижу, они так, бать, ну, что тебе налить? Ну, кофе. Бать, что хочешь? Бать, болит, да? Ну, не, ну, бать, ну, честно скажи. И вот они, знаете, этот вот бать, бать, он говорит, да идите уже отсюда, все нормально у меня. Я как бы, ну, не переживайте за меня. И знаете, я увидела вот это вот настоящее божье чудо, потому что ребята были взяты на смерть. Вот те, о которых Библия говорит, спасай взятых на смерть. Мы иногда думаем, ой, ну вот этим благовествуешь, благовествуешь сытым довольным, они Евангелие слышать не хотят. Да есть те, которые реально нуждаются, потому что Колян вот у них, который был потом с нами на пресс-конференции, он с пяти лет клей нюхал. Другой на самогонке там жил, я не знаю, до 15 лет, был не просто алкоголиком, а когда они начали читать, он говорит, я ему говорю, сына, ну давай почитаем сказку. Он говорит, бать, я букв не знаю. Он в 15 лет буквы только учился писать. И сегодня, на сегодняшний день, эти ребята не просто догнали, хотя учителя психологи, психиатры говорили, они не восстановятся в своем мышлении, потому что по Фрейду все там в детстве, да, закладывается. Да Бог чудеса творит, он не просто их восстановил, он и память восстановил. Они колледжи уже заканчивают. Мне один с гордостью, я его возила на рентген, у него там, ну, поломано было, перелом нужно было сделать с ним. Он мне так гордо говорит, я уже с этого года в свой дом заезжаю, я там сейчас АГВ поставлю, я сам буду жить, я сам. То есть у них, они уже хотят жить, и они хотят строить свои семьи, нормальные семьи. А ведь у детей беспризорников, у детей сирот, знаете, какая проблема? Они потом не умеют создавать семьи. Они опять попадают либо в притоны, либо в тюрьмы, потому что раз ребенок не жил в семье, он не знает, как строить семью. У него нет вот этой модельки внутри, которую бы он начал воспроизводить. И поэтому ему нужна просто семья. Не надо уже благословлять эти детские дома. Знаете, как у нас люди богатые такие, я верующий, и они думают, что их, ну, такая вот добродетель, это дать детские дома, в приюты, там уже в детских домах во. Я знаю об этом не из первых уст, вернее, из первых уст, потому что я вхожу в детский фонд Республики Башкортостан. Они ни в чем не нуждаются, но чего у них точно нет. У них нет семьи. У них нет семьи. Они не знают, что такое мама и папа. Мне так понравилось, как Геннадий сказал. Я считаю, что каждый ребенок имеет право утром, открыв глаза, сказать «Здравствуй, мама» или «Здравствуй, папа». Ни воспитательница, ни тетя, ни дядя. И еще я вам хочу сказать больше. Если вы действительно хотите быть благочестивыми христианами, знаете, в Библии что написано? «Истинное и непорочное благочестие – презирать вдов и сирот». Вот эти две категории – вдовы и сироты – у Бога на особом положении. И если мы берем ответственность хотя бы за одного сироту, я абсолютно уверена, что это будет наивысшая добродетель, потому что Бог так сказал. Вот это настоящее благочестие. Не то, что даже мы только с вами ходим по воскресеньям в церковь, не то, что мы с вами даем десятину, не то, что мы с вами не пьем и не курим, иногда мы думаем, это такой героизм, я уже не пью и не курю. Да на самом деле это тебе надо. Богу от того, что ты не пьешь и не куришь, и не блудишь, и не крадешь, и не материшься, Он Бог и остался Богом. Но для тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы в твою жизнь пришло благословение, это нужно. Так ведь? Это вовсе не то, чем ты можешь похвалиться перед Господом. А вот чем мы действительно можем порадовать нашего Господа, так это тем, что мы возьмем хотя бы одного взятого на смерть. Потому что вот эти 31 смертники, все бы они сегодня либо преступниками стали, либо уже погибли. Потому что если вы книжку откроете, иллюстрации, картинки, откуда он их доставал, подвалы, в которых они были, когда они по нескольку дней не ели, когда они все были в язвах, когда они все были изранены, это люди, взятые на смерть. Я думаю, нам нужно серьезно думать о своей христианской добродетели. В чем настоящее христианство? И в чем настоящая вера? Аминь. И когда мы плачем с вами за спасение этого мира, именно плачем за него, то кроме плача нужно еще просто пойти и сделать конкретное дело. Господь говорил, кто позаботится хотя бы об одном из малых сих, кто принимает, тот принимает меня. Хочешь привезти в дом живого Иисуса, реального Иисуса, и каждый день видеть его, возьми одного из малых сих. Знаете, почему я так говорю? Потому что сегодня праздник жатвы я вам проповедую. И Бог меня, знаете, к какому месту привел? Может быть, вы удивитесь, но написано «Жатва – кончина века». И знаете, о какой жатве Господь говорит? О жатве душ. Через этот праздник приношение плодов через праздник жатвы в Ветхом Завете Бог хотел донести до нас эту главную мысль. Не помидоры и огурцы ему нужны на праздник благодарения, хотя это очень хорошо. Но когда говорим мы о жатве, то Бога больше всего интересует урожай собранных душ. И если мы говорим о кончине века, если мы с вами говорим «последнее время», «последнее время», «последнее время», то должна быть жатва душ. Аминь. И самый лучший плод – это спасенный человек. И я хочу вам сказать, что каждый из нас имеет свое поле жатвы и свой урожай. Я хочу тебе сказать, дорогой мой или дорогая моя, если ты сам не посадил, если ты сам не палил, если ты сам не вырастил до зрелости и не собрал плод, то я не знаю, чем ты будешь хвалиться перед Господом. Потому что написано «по плодам их узнаете их». И когда мы говорим о плодах и о жатве, я уверена, что говоря о жатве, Бог говорит не просто о христианском характере, о том, что ты вырастил любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Это хорошие плоды духа. Но знаешь, для чего они выращиваются? Чтобы ребенок увидел радостного папу, любящего папу, любящую маму, милостивую маму. Все вот эти плоды духа или черты нашего характера, которые насаждает в нас Господь, они ни к чему нам, если их никто от нас не вкушает. Согласитесь с этим. Зачем, скажите мне, выращивать в себе долготерпение, если мне некому его дарить? Зачем мне выращивать в себе милосердие, если я никому это милосердие по-большому не проявляю? Зачем мне выращивать в себе крутость? Зачем мне в конце концов радоваться самой себе? Слушайте, это идиотизм. Если я приду и вообще скажу, никого мне не надо, мне самой с собой так хорошо. Сама радуюсь, сама себя люблю, сама себя терплю, сама к себе милость проявляю, сама все для себя. Эти плоды в нас Господь взращивает как черты христианского характера, чтобы люди вкушали нас. Аминь. И хорошо бы, чтобы первые, кто нами восхищались, были бы наши домашние. Были бы те, кто вокруг нас. Знаете, они лучше всех знают, какие плоды мы производим. Если тебе удается накормить всех своим чудесным характером, кроме своих домашних, то я знаю, что я о тяжелых вещах говорю. Но это правда. Аминь. 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 Вот поэтому сегодня на этом замечательном служении о благодарении, о жатве, я хотела бы, чтобы мы с благодарностью приняли причастие. И в евреях 13.7 еще одно место хочу вам дать. Евреям 13.7 Это именно к благодарности еще одно место. Хорошее место о том, чтобы мы вспомнили всех тех людей, которые так или иначе повлияли на нас. Согласитесь, что с самого детства кто-то на нас влиял. Кто был у меня на уже семинарах или на консультациях или на тренингах, я люблю рисовать эту картинку. Я в центре, а потом мы начинаем говорить, кто на тебя повлиял. Мама и папа рассказали тебе о тебе. Потом бабушка, дедушка, потом может быть детский сад, кто-то тебе о тебе там рассказал, на тебя повлиял. Потом это учителя, потом это дворовые друзья, подруги, потом это, может быть, у мужчин армия, у девушек там колледж, потом это институт вуз, потом, когда ты женился, вышел замуж, всегда кто-то рядом был с нами и на нас влиял. Да? И кто-то нас наставлял. Вот здесь очень хороший стих. 7 стих, 13 глава, 7 стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье. Знаете, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье. Я, когда слышала проповедь на эту тему, я стала вспоминать всех людей, через которых так или иначе Бог прикасался ко мне. Вы знаете, что Слово Божье нам проповедуют не только проповедники. Все люди, которые говорят нам об истинных ценностях, которые несут в нашу жизнь любовь, которые несут в нашу жизнь просвещение, заботу, внимание. Нам нужно поминать их. Другими словами, нам нужно благодарить их. И прямо сейчас давайте склоним головы и скажем спасибо Господу за всех тех людей, которые оказали на нас влияние. Господь, я хочу благодарить Тебя за всех тех, кто проявили отцовство в мою жизнь, за всех тех, кто дал мне какие-то ценности и принципы. И прямо перечисляйте. Я благодарю Тебя, Господь, за маму, за папу. Я благодарю Тебя, Господь, за моего мужа. Я благодарю Тебя, Господь, за моих друзей. Я благодарю Тебя за моего тренера. Я благодарю Тебя, Господь, за мою любимую воспитательницу в школе. Я до сих пор помню ее. Ой, в садике. Я благодарю Тебя за мою первую учительницу Анну Андреевну. Я благодарю Тебя, Господь, за тех людей, через которых пришло Евангелие в мою жизнь. Я благодарю Тебя за моего первого пастора Ирину Михайловну. Я благодарю Тебя, Господь, за Алексея Ледяева, через которого в мою жизнь пришло откровение свыше и рождение. Я благодарю Тебя, Господь, за всех тех людей, которые от Тебя приходили на мои жизненные дороги, встречались со мной и созидали внутри меня то, кем я являюсь сегодня. И я прошу Тебя, Господь, помоги мне быть благодарной. Помоги мне, Господь, всегда поминать наставников своих. Я хочу, чтобы из моей жизни ушло, Господь, это безразличие, ушел этот эгоизм, ушло, Господь, это состояние сердца, когда я все считаю как должное. Я хочу всегда приносить эту жертву благодарение, чтобы открывать вход и в присутствие людей, и в Твое присутствие. Я хочу, Господь, чтобы эта жертва была достойной. Я не хочу задерживать ее, но Ты велел есть ее прямо в этот же день, чтобы никогда я не задерживала слова признания, чтобы я не задерживалась сказать спасибо, но чтобы я тотчас могла этим людям выразить свою благодарность, свою любовь. И я верю, Господь, что когда я с благодарностью принимаю мою жизнь, принимаю людей, принимаю обстоятельства, когда у меня нет этого недовольства прошлым, когда у меня нет этого ропота, когда я действительно за все благодарю, как говорит Твое Слово, тогда я приобретаю Твое благоволение. Научи меня, Господь, принимать с благодарностью в этой жизни все обстоятельства, и хорошие, и плохие, и то, что мне нравится, и то, что мне неприятно. Но если есть Твоя воля, чтобы мы благодарили за все, я хочу быть таким благодарным человеком по сути. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.